Альбина Расколдуй Всем здравствуйте. Я психолог, и среди моих клиентов ходит такая шутка, что когда они об этом узнали, первой их мысль была «Альбина, расколдуй». И я предлагаю нам с вами сегодня немного поколдовать. Под сидениями ваших стульев есть такой вот черный конверт. И я хочу, чтобы вы его достали. Смелей, смелей. Именно под сидениями стульев. Те, кто сидят на диванчиках, вы просто наблюдайте. И наслаждайтесь процессом. Да, открывать его не надо. Это конверт. Этот конверт — вопрос. Вопрос, на который каждый из вас хочет узнать ответ. И я на него отвечу в конце своего выступления. Ведь именно за ответами приходит к психологу. И в кабинете психолога появляются абсолютно разные люди с абсолютно разными вопросами. И я не буду рассказывать о них всех. Я расскажу только об одной, которая мне очень сильно запомнилась. И я хочу, чтобы вы представили ее тоже. Это замечательная девушка, которая зашла в групповую терапию очень так уверенно, с раскрытыми плечами, с широкой улыбкой. И в те моменты, когда вся группа плакала или делилась какими-то своими переживаниями, она сидела и поддерживала их. Она никогда не говорила о себе. Она просто слушала. И где-то как-то для себя понимала какие-то важные вещи. Групповая терапия таким образом шла достаточно долгое время. И, наверное, только на четвертую консультацию она позволила себе сказать. Она сказала, «Знаете, ну, на самом деле я здесь, потому что меня друзья отправили. У меня так-то все в жизни хорошо. У меня отличная работа. Я хорошо зарабатываю. Я руководитель. У меня есть отношения. И да все отлично. Я тут, ну, так. Друзья отправили. Потом она сделала маленькую паузу и сказала, «Наверное, во всем этом идеальном плохо одно, что каждый вечер, когда я ложусь спать, я засыпаю с мыслью, что я не хочу просыпаться». И после этого последовали вопросы. «А слушай, а чего ты хочешь?» Она рассеянно покачала головой, всем своим видом показывая, что не знает. Был следующий вопрос. «Хорошо. 60 лет. Как ты себя представляешь? 60 лет. И тут что-то произошло. Она сломалась, что-то открылось, что-то плотину прорвало просто. Эта девочка начала в моменте реветь, и причем плакать так, что не хватало, прям видно было, что ей не хватает воздуха в легкие. И смотря на нее со стороны, ты понимаешь, что вот эта девушка, которая пару консультаций назад активно поддерживала всех, вот здесь и сейчас в моменте, не понимает, что делать дальше. Единственное, что она говорит, «Моя жизнь потрачена. 60 лет. Моя жизнь потрачена. Той девушкой, которая зашла тогда в групповую терапию, была я. Это была я. В моей жизни было все идеально, все отлично, все так, как нравилось моим родителям, моему молодому человеку, моему всему окружению. Не хватало только одного. Я не понимала, а я чью жизнь-то живу? Это мое? Это то, что я хочу? Если бы я это хотела, засыпала бы я с мыслью, что я не хочу просыпаться. И когда я представила тебя в 60 лет и поняла, что однажды я просну в 60, и я пойму, что во мне было столько потенциала, столько возможностей, и я это все просто с печатью потрачена, меня как будто обдало током. В течение месяца я уволилась с работы, я устроилась на другое. Потом опять уволилась, и опять устроилась, и опять уволилась, и опять устроилась, и так снова и снова я перебирала одну работу за другой в поисках той, в которой мне было бы комфортно так, как я хочу. Но я не могла ее найти. И тогда я себе сказала, «Альбин, стоп!» «Давай подумаем, а что мы любим?» Ответа не было. И хорошо, хорошо, давай подумаем, а что мы любили? А что мы любили в детстве? Кем мы хотели стать в детстве? Я хотела стать воспитателем, я хотела стать радиоведущей, телеведущей. Почему? Ну, мне нравилось говорить, я люблю разговаривать. Я люблю доносить мысли. Я люблю, когда меня слышат. Окей. Отложили на паузу. А что я люблю сейчас? От чего возникают бабочки в животе? От чего так мурашат? Что меня вдохновляет сейчас? И ответ на этот вопрос был для меня очень странным, потому что он никак не был связан с какой-то деятельностью, но при этом он был так прост. Мне нравится, когда я вижу горящие глаза других людей. Причем, когда это происходит вот так. Ты говоришь что-то, и человек в моменте включается, и он понимает, что, боже мой, да, вот же, вот, я могу так же, я могу вот так. И мне нравится быть в этом состоянии потока, когда ты видишь, как человек в моменте понимает, что его жизнь может быть такой, какой он хочет. И третий важный вопрос. А как я хочу жить? 60 лет. Как я хочу проснуться однажды в свой выходной? И точка пересечения этих трех вопросов дала мне потрясающий ответ. Профессий на самом деле было достаточно много, но вот именно сфера психологии мне отозвалась. На тот момент, в 25 лет, у меня уже было 5 образований, я постоянно меняла работу, и я думала, «Боже мой, еще один диплом, серьезно, друзья и так говорят, что ты собиратель дипломов, еще один?» Но тогда я поняла, что боль от того, что моя жизнь потрачена, будет гораздо сильнее, чем боль от того, что я в очередной раз провалилась. И тогда я попробовала сделать шаг, еще один, и еще один, и здравствуйте, я Альбина Кодирова, я психолог, я коуч, и я автор курса «Как поверить в себя и начать действовать». Я каждый день вижу горящие глаза людей, и это обалденно круто. И в этом конверте есть ответ. Я хочу, чтобы его открыли. И этот ответ на самом деле очень прост. Этот ответ вы сами. Вы точно знаете, кем вы хотите быть, вы точно знаете, что вам приносит удовольствие, и вы точно знаете, как вы хотите проснуться в 60, 70 или 80 лет. И только от вас зависит, будет ли в вашем лексиконе словосочетание «Жизнь потрачена». Спасибо.